Вряд ли вы помните, но я вам напомню фразу, которая заканчивалась словами. Это личная заслуга Леонида Ильича. Почему я вспомнил об этой фразе? У нас на этой неделе наконец открыли дорогу, мост через Хаджабийский лимон. Многострадальный долгострой, который рисковал превратиться в недострой. Три полосы и в Киевское, и в Одесское направление наконец готовы. В 2019 году в марте процесс активизировался. До этого почти 10 лет вообще не было никаких движений. И вот наконец под грифом большая стройка, президентская программа, объект открыт. Вообще очень странно, что если бы не воля президента Зеленского, а при всем ему уважении, этот мост не был бы вообще не построен, не открыт. Но ведь на самом деле на строительство этого моста Владимир Зеленский не дал ни копейки. Это бюджетные деньги, это деньги бюджета государства, это деньги бюджета области, района, города. Но в средствах массовой информации, и не только в них, все это подается как большая президентская программа «Вылыки будивныства». Кстати, есть еще «Вылыка реставрация» и много чего другого. Но не думайте, что я пытаюсь докритиковать президента в том, что он решил пропиариться на строительстве дорог, мостов, школ, больниц. Не он первый, не он последний. Давайте вспомним, как его предшественник, не менее уважаемый мной Петр Алексеевич Порошенко, строил дорогу М-15 Одесса-Рени. Под каким соусом это подавалось? Это также подавалось, как президентская программа. Президентский эксперимент таможенный. Петр Порошенко так об этом и говорил. Для него дорога была очень важной, он практически с ней шел на выборы. По несколько раз в году Петр Порошенко приезжал в область, даже в Одессу не заезжал. Приезжал в Измаильский тогдашний район, приезжал в Беляевский район, инспектировал каждый кусок дороги. Но как появилась идея строительства дороги? А я вам напомню, рукописи не горят, телевизионные пленки тем более. В 2015 году Михаил Саакашвили на представление себя как губернатора Одесской области заявил о своих планах, что дорогу М-15 Одесса-Рени нужно приводить в порядок. Иначе мы, грубо говоря, потеряем наших земляков. Единственная дорога уничтожалась и, в принципе, оставить людей юга отрезанными от цивилизации, ну, согласитесь, так себе была перспектива. Саакашвили тогда при всем к нему разном и, в общем-то, заслуженно разном отношении сказал, за счет чего можно будет построить, отремонтировать дорогу по Одессе-Рени. Ведь именно Саакашвили был первый, кто заявил о так называемом таможенном эксперименте, когда деньги от сверхпоступлений, ну, помните эту историю, шли именно на ремонт дороги. Дорогу построили, Саакашвили, между делом, был уволен, с позором изгнан из страны. Его дело достойно закончила команда Максима Степанова. И, в общем-то, для Петра Порошенко и для тогдашнего губернатора Степанова, которые плали в одной лодке, что это было очень таким достойным подспорьем построенная дорога М-15. Кроме того, дороги в Келью, дороги Вилково. Я напоминаю, все это подавалось как часть президентского эксперимента. Ну и не Порошенко был первый. Давайте вспомним, хотя бы не уровень президента, сейчас немножко мы поменяем тактику и стратегию. Губернатор, еще один бывший губернатор Одесской области, Эдуард Матвейчук тоже строил дороги. Все это называлось «8 тысяч добрых дел» от Эдуарда Матвейчука. Называлось это «Народный бюджет». Ну, это не самая идея была Эдуарда Матвейчука. Это все спускалось, насколько я знаю, из Киева, киевские методички. И даже дорожные строители вместо привычных оранжевых жилеток плали асфальт, в прямом смысле этого слова, в синих жилеток, в синих партийных жилеток, партий регионов с надписью «Народный бюджет». Именно эти дорожники строили дорогу Сарата-Арцист-Тарутина в 2012-13 годах, которая через полтора года превратилась в ямы и болота. Вот такой вот «Народный бюджет», вот такой вот пиар на строительстве дороги. Возвращаемся к президентам, пожалуй, самой эффективной, ну, так принято считать, менеджер в истории современной Украины, на государственном уровне, Леонид Дмитриевич Кучма. Вы помните, как вообще появилась идея с этой дорогой, на которой мы стоим? Дорога все-таки часть автобана Одесса-Киев. В 2004 год автобан, как пишет нам современная история Одесской области и Украины, был запущен в 2004 году. Ну, на самом деле ничего подобного. Был запущен лишь кусок автобана. А знаете, когда он был открыт, этот кусок автобана? За две недели до окончания полномочия Леонида Кучмы от второго его президентского срока. Кто бы мог подумать, отличный пиар на дорожном строительстве. Автобан дальше расстраивался, просто строился, но было-то уже без Леонида Кучмы. Но в истории автобан Одесса-Киев остался именно как автобан президента, второго президента независимой Украины. Ничего плохого в том, что президенты, губернаторы и другие чиновники агитируют, поддерживают строительство и реконструкцию важных магистралей государства и региона, города. Просто выглядит это как-то мелковато. Давайте тогда уже просто переименуем трассы. Не М-15, а дорога Петра Порошенко. Не М-05, а дорога Леонида Кучмы. Не мост через Хаджибейский лиман, а мост имени Зеленского. Подумайте над этим предложением на досуге. Это была колонка редактора. Я Виталий Хемий. Смотрите Репортер. Репортер. Репортер.